Две важнейшие экономики Юго-Восточной Азии только что объявили о своих планах присоединиться к БРИКС. И если вы еще не убедились в том, что Альянс БРИКС быстро меняет весь геополитический ландшафт, просто прислушайтесь к словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который так отозвался о вступлении своей страны в БРИКС. Мы больше не можем мириться с таким сценарием, когда доллар хочет контролировать дискуссию, потому что на самом деле независимые страны должны быть свободны в своем самовыражении. С каждой неделей мы видим все больше истории о том, как развивающиеся страны хотят освободиться от гегемонии США и стремятся к более сбалансированному и справедливому миру. Что ж, если они действительно этого хотят, то какой смысл менять доллар на тот же юань, ведь все фиатные валюты движутся к нулю, просто все остальные валюты делают это быстрее доллара США. Я бы очень рекомендовал странам Юго-Восточной Азии, да и другим тоже, обратить свое внимание на биткоин, ведь именно он может по-настоящему освободить развивающиеся страны и спасти уже развитые. Ну а прежде чем мы перейдем к сути истории, которая сейчас меняет всю Азию, не забудь передать за проезд. Проезд на нашем поезде не дорожает и все так же стоит один лайккоин. Дело в том, что лайккоин не подвержен инфляции и его покупательная способность всегда одинакова. Передал? Большое спасибо за поддержку. Малайзия – это третья по величине экономика в Юго-Восточной Азии, и ее решение о вступлении в БРИКС было принято всего спустя неделю после того, как Таиланд, вторая по величине экономика в Юго-Восточной Азии, также объявил о планах вступления в БРИКС в конце этого года. Вместе экономики Малайзии и Таиланда составляют почти 1 триллион долларов, что, конечно, станет невероятным дополнением для экономического альянса БРИКС. Но что еще важнее, это то, что за кулисами происходит большая история, которая может изменить все будущее Азии и всего мира. Не удивляйтесь, но самым большим победителем в этой сделке будет Китай, и по одной очень стратегической причине. Давай разберемся в этом. История о присоединении Малайзии к БРИКС начинается с этого водоема – Малакского пролива, который, возможно, является самой важной водной тропой во всем мире. Длина Малакского пролива составляет более 800 километров, а ширина в самом узком месте всего 2,8 километра. Это делает его одним из самых перегруженных судоходных узлов в мире. Ежегодно через эти воды проходит более 94 тысяч судов, и, что невероятно, через этот пролив проходит 25% всего мирового товарооборота. Но вот тут-то все и становится очень интересным. В мире нет страны, которая бы больше зависела от этого пролива, чем Китай, поскольку более 80% импортируемой Китаем нефти проходит именно через него. Проще говоря, если Китай когда-нибудь потеряет доступ к этому жизненно важному водному пути, это абсолютно искалечит китайскую экономику и станет самым простым способом для иностранных противников начать атаку против Китая. Давай представим себе сценарий, при котором в один прекрасный день США и Китай окажутся втянутыми в более масштабный конфликт. Американским военным не придется, да и не захочется напрямую противостоять китайским коллегам. Поэтому они могут просто отправиться в Малайзию и заблокировать проход китайских морских контейнеров через Малакский пролив. А еще лучше использовать для этого какие-то прокси. Чтобы понять, насколько это важно, достаточно посмотреть на то, что происходит в реальном времени в Суэцком канале. В январе повстанцы Хуситы, поддерживаемые Ираном, захватили контроль над Суэцким каналом и в ответ на войну Израиля в Газе создали абсолютный хаос в мире судоходства, беспорядочно атакуя различные торговые суда. В результате судоходная индустрия пришла в упадок. За первые два месяца 2024 объем торговли через Суэцкий канал сократился на невероятные 50%. Но что еще невероятнее, так это то, что атаки Йеменской повстанческой группировки привели к огромным изменениям в мировом судоходстве. Взгляните на этот график, на котором красной линией показано падение объемов перевозок через Суэцкий канал. О синей линии взрывной рост объемов перевозок через мыс Доброй Надежды. Из-за этого конфликта судоходные компании теперь используют тысячелетние торговые линии и перенаправляют суда вокруг Африки. Риски в Суэцком канале сейчас слишком высоки, поскольку множество судов было потоплено повстанцами. Вот, например, шесть дней назад еще один корабль был атакован Хуситами. Несомненно, Китай внимательно следит за развитием ситуации и разрабатывает запасной план на случай возникновения похожей проблемы в Малакском проливе. Еще в 2015 году Китай запустил флагманский проект Китайско-Пакистанского экономического коридора, в рамках которого будет построена железная дорога из западной китайской провинции Синьцзянь до Аравийского моря. Бюджет этого проекта составляет около 50 миллиардов долларов, и он гарантировал бы Китаю доступ к ближневосточной нефти в случае блокировки Малакского пролива. Но пакистанская экономика уже несколько лет находится в состоянии кризиса, и китайское правительство все менее оптимистично смотрит на будущее этого проекта. В действительности Китаю нужен другой запасной план. Они не могут зависеть от Пакистана в вопросах безопасности импорта нефти. Китай – самая доминирующая страна в Азии и хочет сохранить свое региональное господство. Поскольку Малайзия теперь присоединилась к Альянсу БРИКС и стала ближе к Китаю, это поможет ему обеспечить себе доступ к Малакскому проливу на долгие годы вперед. Китай очень стратегически подошел к сближению с Малайзией и фактически работает над построением прочных отношений в рамках Альянса ОСЕАН – политического и экономического союза десяти государств в Юго-Восточной Азии. Честно говоря, вы не сможете поверить в результаты, которых Китай добился всего за несколько лет. В 2017 году объемы торговли Китая с Альянсом ОСЕАН составил 252 миллиарда долларов. Но за последние семь лет он увеличился на 106% и достиг 523 миллиардов долларов. Что делает ОСЕАН одним из самых важных торговых партнеров Китая? Он обогнал даже Евросоюз и Соединенные Штаты. Более 80% этого импорта приходится на электронику, машины, химикаты, пластмассы, алюминий и другие промышленные товары. И хотя правительство США хочет развернуться в сторону Азии и стать доминирующей сверхдержавой в регионе, эта цель просто нереальна. США просто не могут конкурировать с Китаем в области производства. И в результате мы видим значительный сдвиг в отношении стран ОСЕАН. Обратите внимание на эту диаграмму, которая показывает, как предпочтительный союзник Юго-Восточной Азии изменился в пользу Китая. Давайте начнем с нижней части этой диаграммы, которая показывает, что в 2023 году только 38,9 стран ОСЕАН хотели видеть Китай в качестве своего стратегического партнера. В 2024 году это число увеличилось до 50,5%, обогнав Соединенные Штаты, чьи позиции снизились с 61,1% до 49,5% за год. Малайзия лидирует среди всех стран ОСЕАН. Более 75% населения заявили, что если бы их заставили выбрать стратегического партнера, они бы выбрали Китай. На прошлой неделе Малайзия и Китай отметили 50-летие установления дипломатических отношений. А премьер-министр Китая Лиззян только что прилетел в Куала-Лумпур с трехдневным дипломатическим визитом. Почти 23% населения Малайзии составляют китайцы, которые являются второй по численности этнической группой в стране. Поскольку почти каждый четвертый малайзиец ведет свои корни из материкового Китая, неудивительно, что многие малайзийцы положительно относятся к Китаю и хотят с ним сотрудничать. Китай вложил в Малайзию миллиарды долларов. Главной инвестицией является проект East Coast Rail Link. Это железная дорога длиною в 665 километров, которая является крупнейшим самостоятельным проектом в области транспортной инфраструктуры. Он изменит все будущее Малайзии и Китая, соединив восточные и западные побережья, а также множество городов и поселков между ними. Премьер-министр Малайзии сказал, что подъем Китая принес им проблеск надежды на то, что в мире существуют противовесы, способные установить баланс. Одним из таких противовесов для Малайзии становится BRICS, который дает ей свободу торговать в любых валютах, а не только лишь в долларе США. И снова премьер-министр Малайзии делится своими мыслями. В прошлом году в Малайзии был самый высокий уровень инвестиций за всю историю, но национальная валюта все равно страдала. Это не имеет никакого смысла, это противоречит основным экономическим принципам. Почему? Потому что валюта, которая находится вне торговой системы двух стран и не имеет никакого значения для экономической деятельности в стране, стала доминирующей только лишь потому, что ее используют в качестве международной валюты. И это общая тема, которую мы наблюдаем среди всех членов BRICS – желание отказаться от использования долларов в торговле и переход на локальные валюты. BRICS даже собирается создать торговую платформу для расширения использования местных валют в торговле между странами-участницами экономического блока. Поскольку Таиланд и Малайзия теперь хотят присоединиться к альянсу BRICS, это дает Китаю невероятное количество рычагов влияния на Юго-Восточную Азию. Ну а несколько недель назад Турция заняла аналогичную позицию, шокировав Евросоюз и весь мир. Турция стала первой страной НАТО, которая выразила заинтересованность в присоединении к BRICS. После долгих десятилетий ожидания членства в Евросоюзе стало ясно, что Турция отказалась от этой мечты и вместо этого переключила свое внимание на альянс BRICS. Министр иностранных дел Турции официально заявил, что возглавляемый Китаем альянс BRICS предложит Турции хорошую альтернативу Евросоюзу. Это довольно громкое заявление со стороны Турции, которое, не забывайте, является полноправным членом НАТО с 1952 года и держит вторую по величине армию в альянсе НАТО. Турция также является мостом между Европой и Азией и будет важнейшим союзником для организации BRICS. Но, повторюсь, для всех этих стран, которые хотят вступить в BRICS, самой большой выгодой кажется свобода торговать в локальных валютах. Джеффри Уильямс, экономист Малайзийского университета науки и технологий, также делится своими соображениями о том, почему это так важно для будущего собственной валюты Малайзии. Экономический баланс сил меняется, поэтому Малайзия, как малая открытая экономика, должна реагировать на это положительно. Существуют торговые и инвестиционные возможности с BRICS, и это создаст спрос на нашу национальную валюту и со временем ее укрепит. А вот официальное заявление одного из важнейших банков Малайзии о решении страны присоединиться к BRICS. Это позволит эффективно изолировать Малайзию и весь регион от изменений в денежно-кредитной политике США и волатильности валют. Это повысит предсказуемость валютного рынка и снизит транзакционные издержки для экспортеров и импортеров. Мир вокруг нас быстро меняется, и вам необходимо быть в курсе последних тенденций. Я рассказываю о всем самом важном, о вступлении Турции в BRICS, о больших изменениях в Азии и завершении петродоллара, и о том, как это повлияет на биткоин, золото и криптовалюту. Во всех этих историях, связанных со вступлением Таиланда в BRICS, Малайзии в BRICS и даже Турции в BRICS, я вижу самый главный тренд – это диверсификация. У Малайзии хорошие отношения с Соединенными Штатами, но также она ценит и отношения с Китаем. В США она будет торговать в долларах, а с соседями может договориться о расчетах в малайзийской валюте. Для развивающихся стран это идеальная стратегия. Страны диверсифицируют свою торговлю и ресурсы, так как старая система была слишком рискованной. Именно поэтому центральные банки по всему миру так активно скупают золото весь последний год. И более того, неделю назад они заявили, что готовятся к рекордно высоким закупкам золота, то есть закупки золота они еще не завершили. Но я, как заядлый биткоинер, также ожидаю, что однажды они последуют примером Сальвадора, микростратегии и даже японской компании MetaPlanet и начнут добавлять свои балансы и биткоин. Пока что таких компаний и стран очень мало, но это еще один тренд, который я вижу в ближайшие годы. Я считаю, что биткоин освободит развивающиеся страны, а развитые страны спасет от неизбежного коллапса фиатных валют. Все это время я пытался не вставлять свое собственное личное мнение о происходящих событиях. Я просто прокомментировал факты о том, что Малайзия подает заявку в Брикс. Но вот порция моего мнения. Какая разница, какой валютой мы будем торговать? Долларом, юанем или малайзийским ринитом, если я правильно назвал их валюту. Все эти валюты стремятся к нулю. Кроме этого, фиатная бумажная валюта это оружие в***ны, потому что каждую из них можно превратить в оружие. Если когда-нибудь вместо доллара США мировой резервной валютой станет китайский юань, то Китай сможет использовать его как оружие. И поскольку единственные деньги, которые нельзя использовать в качестве оружия, это биткоин, значит биткоин является инструментом мира. И об этом говорит, например, Роберт Кеннеди-младший. Биткоин это валюта мира, доверия и свободы. И об этом говорят уже даже по телевизору. Фиат это валюта в***ны. Биткоин это валюта мира. И если развивающиеся экономики хотят свободы и мира, они должны выбирать биткоин. Если развитые страны хотят прекратить в***ны и спастись от неизбежного коллапса, они должны выбирать биткоин. Если мы хотим быть готовыми к стремительному изменению мира, мы тоже должны выбирать биткоин. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Игорь Негода. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok